Практическая психология Здравствуйте, это программа «Практическая психология». В студии практикующая семейный психолог Надежда Бушмелева. И мы сегодня совместно с моей коллегой Натальей Рыбаковой разбираем тему родительский контроль, особенно мамин контроль. Ну, сколько же можно, да? Сразу же хочу заметить, что и я, и Наталья такие мамы-мамы. Здравствуйте, Наташа. Ну, то есть мы знаем, что такое контролировать детей. Ну, у нас уже довольно взрослые дети, подрощенные. Ну, а если брать изначально, и так ребенок родился, и хочешь ты этого или не хочешь, но какие-то моменты контроля у тебя прямо-таки сразу включаются, да? Если маленький ребенок без контроля просто не выживет, он погибнет, мама полностью отвечает за жизнь ребенка, он от нее зависит на 100%. Поэтому контроль там, естественно, необходим. Да, поел, не поел, как поел, да? Да, поспал, как поспал, сходил ли в туалет и так далее. Там все, там мама полностью как бы вот, да, живет за ребенком его жизнь. И это в период рождения до года там еще немножко это нормально совершенно. Причем мама, которая целиком и полностью, да, в процессе проживания этой жизни, да, вместе с ребенком, да, особенно до года, это естественный. Абсолютно. Закладывающие такие прямо хорошие базы здоровой личности, да? Ну, да, вот в первый год закладывается, да, вот эта базовая дверь к миру, когда мама всегда-всегда рядом и обеспечивает тебе полную безопасность. По-любому писку твоему, да, мама рядышком и... Мамин контроль, он действительно закладывает базу хорошую, замечательную, да, на всю оставшуюся жизнь. Да, что меня любят, что я в безопасности. Я в безопасности. Да, также плюс ко всему, что я так-то в контакте, да, по-любому случаю, даже я еще не умею говорить, а я уже видим, слышим и ценен. Я значим, да, вот для самого близкого человека я значим. И он вот со мной, мир дружелюбен, все, все хорошо вообще. Вот ребенок как родился, у него уже жизнь удалась сразу. Потом начинаются проблемы. В итоге получается, что вот этот мамин контроль до года – это основа основ. Это нормально, естественно, это плюс ребенку, да, это для него. И так дальше идет у нас там дошкольный период. И вот где же мама должна уже учиться отпускать и не контролировать? Ох, какой сложный вопрос. Наверное, учиться не контролировать – это, в принципе, сложно, да, дать ребенку совершить его ошибки, дать ребенку на самостоятельное решение – это очень сложно для мамы. И до школы, наверное, там мама особо не задумывается о том, как отпустить ребенка. Она наоборот, да? Сначала там, как говорится, у юбки, потом чуть дальше от этой юбки. Ну, все равно, все равно, в поле видимости. В поле видимости. Она это не отпускает. Однозначно, да? И при всем при этом, как бы там ребенок в кризис трех лет говорил «я сам», мама говорит «да, конечно, ты сам», но тем не менее под моим контролем. Ты хорошая мама, которая говорит «да, хорошо, ты сам». А лучше давай-ка я тебе заштурую ботинки, иначе у тебя все равно ничего не получится. К сожалению, да, мы любим и так говорить. Ну, мы сейчас так остановились поподробнее, да, вот про этот возраст, про дошкольный, потому что на самом-то деле здоровые взаимоотношения в это время тоже закладываются, да, когда мама не пытается прожить сценарий жизни ребенка, да, вот сама, да, а она всячески дает его подталкивать к развитию. И если она понимает, что он слишком близко к ней сейчас, да, например, в эти же семь лет, а он еще все пуповиной так сильно привязан, то мама психологически, особенно когда отдавая в детский садик, отдавая в школу, она психологически должна уметь вот это, да, уже отпускать. Отпустить, ну, там это происходит достаточно естественно, потому что в садик отдавать надо, а выходить на работу надо, а в школу тоже надо ребенка отдать. Ну, мы с вами сталкиваемся в практике, когда, например, родители лишают ребенка социума в виде там детского садика, потому что им кажется, что это очень опасно, и это очень там не та обстановка, и там вообще все не то, что необходимо нашему ребенку. Ну, бывает, да, но в школу он идти все равно, он пойдет, если уж нет каких-то особых там. Да, по закону, слава богу, каждый ребенок у нас имеет право на образование, да? Да, по закону он пойдет, и она его все равно отпустит. Ну, это такое, я тебя отпускаю в школу, но там я тебя полностью тоже контролирую, потому что у нас сейчас турникеты там, да, обед у тебя на телефоне всегда, что он там поел, да, ты видишь, то есть контроль полный, я просто, я в шоке вообще. Как наши дети живут. Жить под камерами 24 часа в сутки, это адский ад. Мы их в этот, да, мы думаем, что это безопасно, и туда их вот погружаем в этот, в жизнь, в аквариуме, и думаем, что это ради них. Потому что они не знали, как, и не знают, а как жить иначе, по-другому, да? Это мы с вами утром уходили, и вечером, слава богу, приходили здоровыми и невредимыми, и родители спрашивали, а кушали ли мы, да? Ну, это другое поколение, другие времена. Вот смотрите, сейчас мы будем проходить следующий период, там, подростковый период, да, где тоже контроль, ещё какой контроль. Но, опять-таки, отыгрывает эту роль мама-контролёр, да, то есть мама должна проконтролировать, ей навязывают эту роль, там, да, домашнее задание, сделан ли ребёнок, да, и мама берёт это на себя и говорит, «Так, я беру и делаю». Дальше, конечно же, с мамой спросят, ну, чаще всего, когда на родительское собрание кто приходит большинство? Ну, чаще мама, конечно. Значит, с мамой спрашивают, всё ли у ребёнка есть, там, как он хорошо одет, как он там себя чувствует, врачи, там, да, делаете ли вы вовремя, там, прививки и так далее. То есть маму-то контролируют тоже. Тоже, да, мы с вами об этом не забываем, вот тут не расслабишься, да, и маме волей-неволей приходится вот этого суперконтролёра отыгрывать по полной программе. Потому что её за это спрашивают, да, потом. Подростковый период. Вот как здесь маме и контроль? Вот это самое, наверное, сложное, потому что в этот период ребёнок, ну, как называется в психологии, да, сепарируется от родителей. И здесь это уже не вынужденная мера, потому что, ну, как сказать, это ни садик и ни школа, куда ты вынужден отдать ребёнка, чтобы жить, да, как бы нормальной своей жизнью, чтобы он жил. Здесь это вот чисто личное отношение между мамой и ребёнком. Если они выстроены? Ну, если они даже не выстроены, да, то есть есть такие два, мне кажется, типа детей, да. Родители пытаются давить на всех, то есть контролируют всех, да. Одни дети прогибаются, продавливаются, и иногда даже, к сожалению, ломаются под давлением. Другие дети сопротивляются и не ломаются. И если давить слишком сильно, они просто выдавливаются из семьи. И вот мы никогда не узнаем, мама никогда не узнает, какой её ребёнок, пока она это не попробует. И вот не дай бог наворваться на ребёнка, который выдавливается из семьи. Ну, то есть он уходит, да, вот из этой сферы семьи, да, и он там реализуется, он там всячески ищет себя, да. Либо это будет настолько жёсткий конфликт, который потом будет уже по прошествии подросткового возраста очень сложно сгладить, может быть, даже невозможно. И мы с вами в практике встречаем, да, таких уже, знаете, взрослых людей, которые приходят и рассказывают о том, что в подростковом периоде они просто отказались от общения с мамой, да, потому что она не слышала, не видела, всячески контролировала, да, ушли там к бабушке жить, приняли решение. Он потом сильно влияет на жизнь ребёнка. Да, он ушёл, да, он как бы сохранил свою личность, но он в этом конфликте всегда, он его всю жизнь в себе несёт. Пронесёт. Да, от него не избавиться никогда. Есть ли вот какие-то такие прямо экспресс-рекомендации для тех родителей, которые понимают, что вот сейчас эта история про них? У которых сейчас ребёнок в подростковом возрасте? Попробуйте, ой, дорогие мамы и папы, огромного вам терпения, да, и попробуйте позволить ребёнку совершить его ошибки, потому что сейчас в подростковом возрасте цена этих ошибок ещё достаточно мала. Вот ещё мала, да, потому что, ну, какие там сейчас могут быть ошибки? Ну, покурил за школой, да, ну, там, я не знаю, заработанные деньги потратил не туда, куда мама бы хотела, чтобы он потратил, да, ну, например, там, как у меня дочь первая заработана, три недели она работала, и в один день спустила там 7 тысяч, потому что они с друзьями прогуляли и покатались на вот колесе обозрения, которое у нас тогда только поставили. Да, я понимаю, что вот с точки зрения взрослого человека это просто, ну, абсолютно нерационально. Но для того, чтобы ребёнок научился обращаться с деньгами, он должен совершать ошибки. Так же в любой сфере, да, в сфере взаимоотношений, где у них начинается общение мальчиков с девочками, конечно, они будут совершать ошибки. Но если они сейчас их не сделают, они их будут делать потом во взрослой жизни, и там цена гораздо выше. Там уже и разводы, и поломанные жизни, да, и там внуки, ну, там всё что угодно может быть. Следовательно, просто надо проживать этот период, да, рядом, да, параллельно с ребёнком, да? Страховать его. Вот всё, что я могу сделать, я не могу прожить за него его жизнь. Потому что тогда он ничему не... Прожить-то я могу, я могу заставить, в принципе, да, но он ничему не научится. И как он будет жить без меня? Я ведь не вечная. Хорошо. Это вот подростковый период. И вот смотрите, да, слава богу, там не сломался, слава богу, там, да, не сломали, выжил, жив, здоров и, в общем-то, много чему научился в этой жизни, перешагивает из школы в период уже такой, да, юности. И вдруг он-то думает, или там она думает, что ну, 18 лет, всё, я абсолютно взрослый, я буду решать свои собственные задачи, я буду делать всё, что я посчитаю нужным. Но тут опять эта фигура гипер-супер-мамы, которая говорит, так, не в тот институт собрался. Я бы вот хотела тебя видеть там академиком, а ты тут, понимаешь ли, петь и танцевать, да? И вот мы эти истории уже видим и слышим, как дети, которые вот, они, получается, поступают не в те институты, а в те, которые хотят их родители, да, а потом в открытые окна выходят, да, потому что, да, мы видим и слышим про эти истории, когда на наших же с вами встречах, консультациях, когда люди говорят, что я 50 лет жил и работал на той профессии, которую мне выбрала мама. И теперь я только в себе взял право, да? Хорошо, что 50 лет такое случилось. Вот, то есть, по исполнению 18 лет контроль мамы не ослабевает. Что такое происходит? Ребёнку надо знать, что контроль мамы не ослабеет по доброй воле никогда. Вот всё. Выстроить границы и дать понять маме, что контроль уже не уместен, это задача не мамы, это задача ребёнка, 18-летнего уже выросшего, да? Отлично, так. И как это ребёнок, вот он, 18 лет, он всё соглашался с этим контролем, соглашался, а тут в одно раз, да, и говорит, ой, теперь, мама, я тебе скажу, всё, нос сюда больше не суй, да, и в квартиру ко мне только по приглашению и так далее, и так далее. Если 18 лет у него из квартиры, то это, конечно, очень хорошая семья. Ну, я так сказала, юность, да, там, 18 и там дальше, потому что мы с вами рассматриваем, да, получение образования и всего. Где-то уже там 25, наверное, 27 даже где-то. Но вот вообще-то для этого существует подростковый возраст. Опять же, да, вот эта сепарация от родителей. Если она прошла правильно, да? То там уже границы выстроены. Нет, надо понимать, что мама за эти границы будет пытаться заступить всегда. Да, она вообще будет, она... Сколько бы вам не было лет? Лет. Хоть 40, хоть 50, да. Она будет всегда. А почему мы мамы такое делаем? Вот мы сейчас рассказываем, мы же сначала заявили, что мы мамы, и вы, Наташа, и я тоже, да. И вот так, знаете, я как в третьем лице, а вот там есть ещё какие-то мамы, да. Почему же нам так хочется быть, присутствовать, контролировать жизнь наших детей даже в большом возрасте, когда они уже не дети? Ну, во-первых, потому что для мамы самое-самое главное – это безопасность ребёнка. У нас есть такое сказочное представление о мамах, что мама, да, навеянная там между мультфильмами, сказками, там, какими-то фильмами хорошими детскими, что мама – это такой человек, который всегда за тебя, который всегда тебя поддержит, любые твои начинания, да. А мамы в реальности не очень такие. Начинания очень часто рубятся на корню. Причём именно мамами. Как? У тебя это ничего не получится. Что ты? Посмотри на себя, да. То есть очень дети, особенно такие уже взрослые, да, там где-то после 30-ти, очень сильно в обиде на мам, что они вот тут не подержали, вот тут сказали не лезь, а надо было, да, и я послушался. Я всегда говорю, что маме самое главное, вот самое… Это у неё даже не на сознательном, а на подсознательном уровне. Маму не интересует ваша самореализация. Маму, честно говоря, да, они даже не интересуют ваше счастье. Маму не интересует ваша безопасность. Всё, что угодно, только бы живой. А любые начинания новые, то, что не укладывается в маминой голове, это страшно, для мамы страшно. Прежде всего. Да. И она этот страх транслирует, да? Она вас оградить пытается. Она не хочет вам плохого. Ей главное, чтобы вы были живыми. Всё. Потому что она помнит бессонные ночи, она знает, что вы самое дорогое, что есть у неё. И вообще она безумно так-то вас любит. Она это делает от любви и страха потерять, а не для того, чтобы сделать вам плохо. Вот и всё. То есть если вы это поймёте, вас не будут так сильно раздражать мамины вопросы и мамин контроль, потому что это просто потому, что она безумно боится вас потерять. Это иррациональный родительский страх. То есть, получается, в этом юношеском периоде, когда дети создают свои собственные семьи, а мама ходит, выбирает с детьми, с сыном обои, и жена уже говорит, так, погоди, ты с кем собираешься жить? Со своей мамой или со мной? Да, образно говоря. Или же, когда мама приходит без предупреждения и обращается к сыну или к дочери, что, а ты чего хотела, чтобы я тебя предупреждала? Я вот тут пришла прибраться у тебя. Нужно не ждать, что мама перестанет этого делать. А что нужно сделать? Нужно уметь очень грамотно, без агрессии. Без обвинений и обид. В идеале, да, выстраивать границы. Что такое выстраивать границы с мамой? Ну, они выстраиваются, понятно, не надо забор строить вокруг своей двери. Надо с мамой разговаривать. Причём разговоры надо выстраивать правильно. Потому что мама будет всячески доказывать, что она имеет право... На тебя и твою жизнь. На тебя и твою жизнь. Если я ей скажу, мам, вот, пожалуйста, больше без предупреждения в нашу квартиру, там, с женой или с моим мужем, не заходи. Она будет говорить, как? Ты не доверяешь маме. Как ты можешь, да? Главная задача ребёнка – не надо туда вовлекаться и говорить, как не доверяю. То есть не надо вот в этот конфликт. Всё то же самое. Делаем то же самое. Говорим, мам, я тебя понимаю. Я тебе доверяю. Мы её успокаиваем. Говорим, но, пожалуйста, не заходи без предупреждения. Я тебя очень прошу, звони. Она будет говорить ещё что-то. Ну, вы без меня пропадёте. Вы без меня там... Вам есть нечего будет, да. Мам, я всё понимаю, мы приберёмся. Пожалуйста, не заходи к нам. То есть это как попугай. Всё время по одному и тому же. Мама будет пытаться ввести в сторону. Причём мама будет пытаться реально... Особенно мы же хорошие манипуляторы, да? То есть начинаются вот эти манипуляции, там, хватание за сердце, начинается там, да, вызовите скорую, там, да, начинаются вот эти... Это прям уже жёсткие манипуляции. Ну, мы с вами, да, проговариваем, потому что в практике такие вещи происходят, да? Потом обиды и какое-то молчание там на несколько недель, дней, месяцев, да? Может быть. Да, и тут мудрый... Вроде бы мы ждём мудрости от мамы, да? Но стоп. Без вашего шага, я сейчас теперь в позиции ребёнка, который уже совсем не ребёнок, который уже в возрасте от, там, 18 и выше, да, он должен, опять-таки, эти шаги делать. Ну, да, я говорю, границы, если мои границы никто не выстроит, кроме меня. Мама, это не её работа. Мамина работа – это обеспечить ребёнку безопасность. И она её выполняет на 100% как может. И задача ребёнка – сделать так, чтобы их общение, мамина желание безопасности ребёнка и его желание выстроить границы было в гармонии. Это его задача. Да, вот смотрите, я ещё раз как бы сделаю такую заметочку, что вот мы сейчас говорим «ребёнок», да, но это совсем уже не ребёнок, да, то есть как вот да. Нет, у мамы-то он ребёнок всегда. Всегда. Хорошо. Итак, вот всё-таки удалось в этом возрасте, в возрасте юности, отстоять свой выбор профессии, да, отстоять свой выбор, какой бы он ни был там жены и мужа, да, потому что вот недаром же есть такая пословица, что родитель не должен вмешиваться в двух случаях в жизни, да. Это когда ребёнок выбирает профессию и когда он выбирает себе партнёра, да. Но это всего лишь вот мудрость. Пожелание. Потому что мы всё чаще и чаще встречаемся с тем, что, да, маме же виднее, с кем ты будешь счастлива или счастлив. Ну, мамы, конечно, так сильно не говорят прямо тогда буквально, но подразумевают это. Я-то знаю, я-то жизнь прожила, а ты-то вот по сравнению со мной, да, ещё ребёнок. И потом, какая там актриса? Вот иди в бухгалтеры, и у тебя всё получится. В экономику, к примеру, да? Вот с одной стороны, иногда мамы действительно бывают правы. То есть вариантов, что мама права, он тоже имеет место быть. Причём сейчас многие нам с вами скажут, да, мы же тоже свои мамы, да, ведь ты-то знаешь своего ребёнка уже как отче наш, да, и ты понимаешь иногда... Что ему лучше. Что, ну, нет, вот, например, вот этого таланта, который он себе возомнил там, да, но вот мудрая мама, она даст ему прожить и прочувствовать это самому, да. И, Брюс, дайте ребёнку совершить ошибки. Это его ошибки, это его опыт. Вот, когда ему будет больно и плохо, вы лучше помогите ему подняться, а не носите его на себе на ручках там до пенсии. И тогда он будет самостоятельен, и он будет вам благодарен за то, что вы ему это позволили. И тогда, когда у него что-то не получится, он не будет вас тыкать всю жизнь и говорить, это ты настоял, да, это ты меня лишила чего-то. Вот это уже серьёзная штука, с которой так просто не справиться ни маме, ни ребёнку. Вот хочу сейчас прямо зачитать, да, женщине уже 50 лет, у неё уже взрослый 18-летний сын, но мама продолжает контролировать. Да, женщина властная, своенравная. Когда ушла с работы, полностью погрузилась в жизнь дочери и внука и не собирается из этой жизни выходить, потому что свою жизнь личную потом не стала устраивать. И сейчас реально конфликт. То есть, получается, мама 50-летней женщины говорит, что если вы сейчас меня не начинаете выстраивать все эти границы, да, я чувствую себя неважной, ненужной, я не вижу смысла вообще жить дальше. То есть, как бы, такие манипуляции включаются. Ну, с её точки зрения, это правильно. Она так действительно жила. Если дочке 50, то маме лет 70, как минимум, да? Она так всю жизнь прожила. А дочка только вот сейчас, в 50 лет, вдруг взяла себе право, да, вот простраивать вот эти самые границы. Вот с точки зрения, если вот эту 70-летнюю женщину и 50-летнюю дочь, это 70-летняя женщина, привести к психологу, к психотерапевту, то есть ли шанс решить вообще вот эту задачу? И сложная ли эта задача, или это вообще встреча двух-трёх сессий? Задача очень сложная, потому что обе уже сильно в возрасте, да, как мы знаем, что психика с возрастом становится всё более ригидной и ригидной. Она очень плохо поворачивается. Тут нормальные шансы такого 18-летнего ребёнка. У него вообще пока всё хорошо. И то он уже видит сценарий, да, как бабушка всё время контролирует жизнь его мамы. Ну, дай бог, если он эти границы выстроит, и своей маме, которая всё равно пойдёт по сценарию бабушки, он её не пустит в свою жизнь. Это будет очень хорошо для него. Если пустит, там будет то же самое повторение. Ну, вот смотрите, мы сейчас вот слово пустит в свою жизнь, да, то есть родители же, когда экологично, да, то есть они в курсе, что происходит в вашей жизни ровно настолько, насколько вы там позволяете этого, да? Вот если он аккуратненько маме скажет, мам, вот сюда не ходить, да, без, там, возможно, и с конфликтом с каким-то, да, на конфликт тоже надо уметь идти. Если быть совсем бесконфликтным человеком, невозможно отстоять ни своё право на самостоятельное решение, ни своих границах надо понимать. Что конфликтовать надо уметь. Не скандалить, а конфликтовать. Это часть жизни. Если ребёнок это всё сделал, прекрасно. Пятидесятилетней маме, конечно, сейчас будет очень сложно выстроить границы, потому что у её семидесятилетней мамы уже не остаётся времени, чтобы себе организовать свою жизнь. Её уже слишком поздно. Что она сейчас будет делать? И что в такой ситуации, вот реально сложная ситуация, да? Сложная очень. Что в такой ситуации мы бы могли с вами порекомендовать вот этой женщине, которой 50 лет, да, у которой на руках, там, 70-летие активная бабушка такая, да, которая контролирует всё, там, во сколько ты ушла с работы, куда ты после работы, каким образом ты собираешься провести выходные, с кем ты собираешься провести выходные. Как выжить в этой ситуации при этом очень достойно, да, чтобы не стало это всё конфликтом? Во-первых, да, надо вот полностью принять, что мама такой будет, и она такой останется. У неё просто сейчас уже не осталось времени на то, чтобы она нашла себе свою жизнь, не обязательно личную, да, там, ну, вот с мужчиной, а какую-то свою, она может быть, там, общественная, ещё какой-то, без разницы, времени уже слишком мало. А то есть вот принять ситуацию такой, какая она есть, она не изменится, мама не изменится. То есть поменять отношение к ситуации. То есть уже теперь не с позиции обиженной девочки, да, вот этой, например, ну, мы в таких случаях, когда вот у клиента такой запрос, мы приходим и, конечно же, начинаем работать. А в каком возрасте, да, в каком возрасте, вот вы застряли, дорогие, да, в каком возрасте, как вы себя сейчас чувствуете, там, да, вот это... Не отыграли, да, в смысле сценарий, который должен быть. Да, да, почему вы, там, например, в 5-15 лет, да, не могли маме уже сказать, там, да, мама, я вот, это вот мой выбор, это вот я так хочу сделать, да, или там, мама, ты можешь мне сейчас не звонить, да, я тебе сама перезвоню, да. То есть ведь есть масса вариантов, когда мы просто правильно, грамотно выстраиваем не только свои границы, но и даже коммуникации, да, позволяем быть счастливой себе, ну, и, конечно же, транслируем своим родителям, которые любят нас, да, что я во многом уже могу опираться на себя. Ну, для этой 50-летней женщины сейчас остаётся только одно, да, принять ситуацию и относиться к маме никак, не с позиции снизу вверх, потому что, да, ребёнок, он всегда немножко ниже, мама чуть выше, но сейчас у мамы уже такой возраст, когда она, знаете, как раньше говорили, что малый, да, что старый, что малый, она сейчас нуждается в заботе. То есть сейчас вот этой женщине, которой 50 лет, да, ей приходится занимать позицию не ребёнка и не родителя, а взрослого, не обижаться на всё происхождение Мы же не обижаемся на детей, когда они капризничают, когда они там, да, маленькие дети там, извините, в ванну не дают сходить, ребятам, маме, да, одной. То есть все, я говорю, никуда не отпускают, в магазин не отпускают, да, мы ведь на них не обижаемся. Мы понимаем, что им страшно, они нуждаются в нашей заботе. Здесь то же самое. Уже вот тут же всё. Уже так, да, перешли уже определённые ролевые какие-то, да, Игры. Позиции. Хорошо. Наташа, давайте вот мы сейчас с вами, ну, как бы такой своего рода итог подведём, да. В каком возрасте опека, не опека, а контроль, да, вот этот стопроцентный контроль мамы оправдан? В каком возрасте мы должны этот контроль, ну, так, экологично, правильно отпускать? Да, вот сейчас мы, да, какие нам признаки подают наши дети, да, что всё, мама, пора, да, и в какой момент мы должны, помня о том, что у нас есть дети, мы их отпускаем, да, начинать простраивать, чтобы не пускать корни вот в эти детей, да, и потом бояться, что нам вовремя скажут, там, щелкнут поносу, скажут, ну, мама, всё уже, ну, сколько можно меня контролировать, да, а заняться, вот как вот мы сейчас видим ситуацию, да, а заняться своей собственной какой-то жизнью, там, личной, общественной, там, профессиональной, ещё что-то, чтобы у нас не было вот этого фокуса только на ребёнка, на выросшегося, на ребёнка, который вырос, да, и который в нас уже вот так 24 часа в сутки не нуждается. Ну, наверное, самая первая вот граница, я понимаю, что там в год, целый год ребёнок зависит от мамы на 100%, а потом он чуть-чуть начинает отходить, но всё равно он зависит. Вот когда он уже начинает кушать сам, когда он уже начинает ходить, и всё это, да? Кризис трёх лет – это самый первый такой, когда надо понимать. Всё, это личность. Всё, личность. Это первый этап формирования личности, очень такой, его заметно очень. Да, и если мама будет навязывать там и одежду, и вообще все стили, да, то мы сразу же уже ломаем, да, вот этот стержень, который поможет по жизни. У меня просто была ситуация в жизни, трёхлетний ребёнок пошёл, мы с ней пошли, ей было три года, мы пошли с ней выбирать юбку. Мне очень хотелось, чтобы моя девочка носила джинсовую юбку, тогда это было модно. И мы пошли с ней в ЦУМ, там такие, я представляла себе какую, что-то такое пышное такое, вы знаете, такая вот со складочками. Мой ребёнок посмотрел в три года, сказал, хочу вот эту. Юбка была, знаете, такая классическая, вот прямая джинсовая юбка с совершенно классическим кроем, с кокеткой и с каким-то адским цветком вышитым. Ну, боже мой, какой ужас, да. Но она говорит, вот я хочу вот эту, я говорю, смотри, какая красивая, вот рядышком она говорит, нет, эту, думаю, ну, ладно, не больно велика цена, ну, не будет носить выборшу, да, куплю другую. Более правильного решения в выборе одежды я не делала никогда, я вам честно скажу. Юбка была классическая, совершенно прямая, да, то есть сначала она была ей ниже колена, потом по колено, потом выше. С трёх лет она закончила ее носить в третьем классе. Отлично. Я была, вот честно вам скажу. И главное, что это был её выбор, и такая любимая, наверное, была Юбка, да? Да, это было, я поняла, что ребёнок иногда не ошибается, иногда он знает, что ему действительно надо. Это был такой урок для меня в три года, и я очень, вот тогда, я просто позволила ошибиться, и я поняла, что это была не ошибка. То есть, мамы, попробуйте, цена ошибки может быть там, я не знаю, в тысячу, в две, в три тысячи рублей. Ну, у ребёнка уже было ощущение, да, что ко мне прислушиваются, я значим, я нужен. Я могу выбирать, и это не страшно, что не страшно выбирать. Мы же всегда говорим, учим ребёнка делать выбор. Начните прямо сейчас, пока цена ещё очень маленькая. Пусть он ошибётся, пусть он выберёт какую-нибудь куклу, которую он не будет играть. Ну и ладно. Это не так, да, значимо, как после 18 лет. Поэтому вот где-то возраст в три года, он, наверное, такой, маме уже надо понимать, звоночек прозвенел, уже давайте будем как-то сами, да, по чуть-чуть. Ну а потом в подростковом возрасте вас ребёнок в принципе будет ставить в ситуацию, когда он будет защищать свои границы. И это правильно, этого не надо бояться. Для ребёнка, вы просто поймите, что это не против вас. Это для ребёнка, чтобы он сам был действительно самостоятельным. Ну и когда он пошёл уже во взрослую жизнь, да, вы просто добрый ангел, который может сопровождать, который может что-то посоветовать, но это не значит ничего, что ваш совет услышат, к нему прислушаются и сделают именно так, да. Чаще всего наоборот сделают, да, потому что я имею на это право, да. Мама, спасибо, что ты мне дала эту жизнь, да, да, я её проживу самостоятельно. Ну что, ну а всем тем, кому действительно даже в возрасте бывает сложно отстоять собственные границы, да, помните о том, что всё можно изменить. В отношениях точно всё можно изменить. Да, пока все живы и здоровы. Которая очень мобильная, и там можно начать с любого момента. Так что не бойтесь, всё решаемо. Вот такая сегодня у нас получилась программа. Наташа, спасибо тебе большое за сотворчество. Спасибо. Сегодня мы говорили о материнском контроле, ну сколько же можно? А мамы нам сейчас говорят, можно, можно, ещё как можно. Всем любви, счастья и здоровья. Это была программа «Практическая психология». Всего доброго.